Прощание с учителем. На 86-м году жизни не стало главы Совета адвокатов Одесской области Иосифа Львовича Бронза. После 18 дней борьбы с тяжелой болезнью его сердце не выдержало. Попрощаться с выдающимся адвокатом к мемориалу великих одесситов в Преображенском парке пришли его родные, близкие, а также коллеги, с которыми он работал рука об руку как в Совете адвокатов, так и в Национальном университете Одесской юридической академии. Знаете, наверное, эта утрата, она останется ощутима на многие-многие годы, потому что наиболее авторитетный и руководитель адвокатского объединения, наиболее авторитетный и знающий адвокат, как Иосиф Львович Бронз, это действительно тот человек, который заслуживает самого пристального уважения, самого пристального внимания, потому что он, помимо всего того, что он блестящий юрист, он сумел и умел отдавать свои знания будущим адвокатам, студентам Национального университета и юридической академии. Его блестящие лекции собирало на курсе многих студентов даже с других факультетов. И приходили, и слушали, потому что у него была блестящая речь. Он очень был красноречив и говорил всегда, что адвокат – это совесть правовой системы нашего государства. Все коллеги Иосифа Львовича отзываются о нем с улыбкой на лице, а все потому, что он и сам был человеком с прекрасным чувством юмора. Помимо сильных личностных качеств, Иосиф Бронз был талантливым юристом. Он лично воспитал немало адвокатов, которые теперь будут продолжать его дело. Иосиф Львович – это легенда адвокатуры. Это человек, на которого равнялись абсолютно все адвокаты, он был примером во всем. Человек высокого интеллектуального уровня, эрудит, человек с прекрасным чувством юмора, человек, который мог разрешить любую ситуацию абсолютно достойным образом. Нам будет очень не хватать Иосифа Львовича, но мы будем всегда помнить его. Я знакома с Иосифом Львовичем 24 года. И вот мне очень повезло, я могу сказать, потому что последние несколько лет я работала с ним, я была его заместителем, соответственно, каждый день контактировала. Я могу сказать точно, пообещать, что все, что мы задумали, все планы, которые мы с ним предполагали осуществить, мы их обязательно реализуем. Я обещаю. Иосиф Львович был преподавателем кафедры Организации судебных правоохранительных органов и адвокатуры. И долгие годы и возглавлял экзаменационную комиссию государственную, и принимал у студентов экзамены государственные. И для нас, это, конечно же, для коллектива Национального университета Одесской юридической академии, огромнейшая потеря. Карьерное становление Иосифа Бронза началось в далеком 1967 году, когда он поступил в университет. В том же году стал стажером в Одесской областной коллегии адвокатов. На его счету участие в большом количестве форумов, конференций и лекций. Иосиф Бронз был в числе организаторов и спикеров ежегодной научно-практической конференции «Адвокатура. Прошлое, настоящее, будущее», которое проводится на базе юрокадемии. Мені завжди було приємно з ним бути на конференциях, де він виступав настільки яскраво і настільки переконливо, що навіть опоненти не могли йому поставити серйозні питання. Це велика втрата. Він був почесним громадянином Одесской області і має багато державних нагород, заслужена людина, але він залишиться в пам'яті саме як людина інтелігентності, ерудиції і фаховості. Іосиф Львович Бронз був без преувеличення корифеєм отечественной адвокатуры, почетний гражданин Одесской області, заслужений юрист України. Іосиф Бронз являлся одним із наиболее авторитетних і уважаємих адвокатів не тільки Одеси, але й України в цілому. Він возглавлял областной совет адвокатів, був вице-президентом Союза адвокатів України, стояв у істоків організації в далекому 90-м году. Кроме цього, Іосиф Львович – автор большого количества книг і публікацій по історії адвокатуры, організації і діяльності адвокатуры. За свій професіональний вклад був награжден почетним знаком одесського городського голови ім. Григория Морозли, 2-й степени, государственними наградами, орденами за заслуги 3-й, 2-й, 1-й степени. Пам'ять об Іосифе Бронзе навсегда останеться середі адвокатського сообщества України. Будут його помнить і колеги із Национального университета Одесської юридичної академії.